Добрый день! Здравствуйте! Вы знаете, где находится Биробиджан? Нет? Я думаю, что многие русские тоже не смогут сразу показать этот город на карте. То есть, конечно, они знают, что Биробиджан – это столица еврейской автономной области, но где этот город? Где-то далеко-далеко на Дальнем Востоке. Как же на Дальнем Востоке появилась еврейская автономная область? Спросите вы. Кстати, эта область – единственная автономная область в России. Есть автономные республики, но автономная область – единственная. Почему вообще появилась еврейская автономная область? Почему она появилась именно там, на Дальнем Востоке, да? Можно сказать, что создание в этих краях такой области – это уникальный эксперимент. Эта область появилась совсем не там, где народ жил. Коренные жители этих мест – тунгусы, монголы, потом венки, которых сейчас здесь практически нет. Область была создана для переселенцев, то есть для людей, которые переехали сюда, переселились. Переселяться – это значит переезжать. Официальная дата образования области – 7 мая 1934 года. Почему же советское правительство захотело создать такой район для евреев на Дальнем Востоке? На самом деле, Ленин ещё в 1919 году начал говорить, что нужно создать автономную единицу для евреев. И сначала хотели выделить место, то есть дать место в Крыму, потом говорили о Белоруссии. Были и другие предложения, да, но в 1928 году, уже после смерти Ленина, объявили о создании области для трудящихся евреев на берегу реки Амур, около границы с Китаем. Трудящийся человек – это человек, который работает, который трудится, да, труд – это работа. И почему такая область появилась в то время? Ну, говорят, во-первых, нужно было осваивать эти территории. Ну, людей здесь было мало, да. И если раньше в этих краях жили казаки, и казаки были так монархически настроены, у них были взгляды монархические, то есть они были за монархию. Коммунисты были не прочь, то есть были не против переселить сюда евреев, у которых взгляды были более коммунистические. Во-вторых, неплохо было переселить сюда побольше людей, чтобы просто укрепить границу с Китаем. Кроме того, в Советском Союзе в это время закончился период НЭПа. НЭП – это так называемая новая экономическая политика, когда в течение недолгого времени, в течение небольшого периода времени была частная собственность, был какой-то частный бизнес, частное предприятие. И вот НЭП свернули в 1928 году, и в результате появилось много безработных евреев. Безработный человек – это человек, у которого нет работы. Кроме этого, конечно, создание такой еврейской области было пропагандистским ходом, то есть это была пропаганда, ну как же первая официальная еврейская территория и в Советском Союзе. Советское правительство планировало, Советское правительство хотело переселить сюда 300 тысяч евреев за 10 лет, то есть планировало, что сюда переедут 300 тысяч евреев. И в начале 30-х годов сюда приезжало несколько тысяч человек каждый год. Также в 30-е годы сюда приехало где-то около 700 человек из других стран. Но большинство через некоторое время уехали назад. Приезжали люди сюда фактически на пустое место. Там, где сейчас столица области, город Биробиджан, была такая маленькая железнодорожная станция на Транссибирской железной дороге. У станции было ласковое название, тихонькое. Вы знаете, что такое тихий, да? А тихонький говорят, когда хотят сказать, что что-то тихое, но хотят выразить это более ласково. Так вот, в мае 1928 года на станцию Тихонькая приехали первые переселенцы-евреи. Сейчас вы видите здесь вокзал, а на площади перед вокзалом стоит памятник, который называется памятник первым переселенцам. На самом деле это еврейский литературный герой Тевье Молочник. Этого героя придумал Шолом Алейхем, еврейский писатель-классик. И вот сидит Тевье Молочник на телеге, рядом бидон молока, ещё на телеге сидит его жена. Кстати, ехали сюда люди в товарных вагонах. Вагоны бывают пассажирскими, в пассажирских вагонах ездят люди обычно, а в товарных вагонах перевозят грузы, перевозят товары. Так вот сюда ехали в товарных вагонах. Дорога от Москвы занимала очень долгое время, то есть могли целый месяц ехать. С 1928 года до 1933 года сюда приехало 18 тысяч человек, а уехало отсюда 10 тысяч человек. Представляете? Больше всего в процентном отношении, больше всего евреев здесь проживало в 1934, некоторые говорят в 1937 годах. Тогда их было примерно 20% от общего количества людей, 20% населения, а потом становилось всё меньше и меньше. Вы, наверное, спросите, а какой процент еврейского населения сейчас в этом регионе? И вот согласно официальной статистике в еврейской автономной области проживает 1% евреев. Всего в области примерно 173 тысячи человек, и 90% из них русские. На самом деле не очень понятно, сколько здесь евреев, потому что происходила, конечно, ассимиляция, и в советские времена во многих смешанных семьях, где один из родителей был русским, в графе «национальность» была такая графа, такой пункт в паспорте, так в графе «национальность» писали «русский». Ну, чтобы избежать государственного антисемитизма, было тогда такое, существовало тогда такое в Советском Союзе. Конечно, многие просто уезжали, в том числе потом, позднее в Израиль уезжали. Селение Тихонькое переименовали в Биробиджан в 1931 году. Переименовали, то есть дали новое имя. И почему Биробиджан? Название это венкийское. Я говорила вам, что раньше здесь жили и венки. И здесь есть две реки – река Бира, эта река протекает в самом городе, и река Биджан, она подальше. И вот город получил название Биробиджан. Город Биробиджан – это единственный город еврейской автономной области, и столица, и единственный город. Людей здесь немного, примерно 75 тысяч. Когда приезжаешь сюда, думаешь, что не зря это место когда-то называлось Тихонькое. Город и правда кажется тихим и каким-то очень спокойным. Здесь всё как в замедленной съёмке. Медленно передвигаются автомобили и спокойно пропускают неторопливых пешеходов. И если кто-то из этих пешеходов вдруг затормозит во время перехода или остановится на чуть-чуть, машины ждут и даже никто не гудит. Ну, можно ли представить такую картину в Москве или в Петербурге, я даже не знаю. Может быть, как говорят местные, еврейского колорита здесь уже и нет, но сама атмосфера в городе отличается. В центре города таблички на русском и на идиш, на языке идиш. В 30-е годы здесь хотели сделать идиш официальным языком, и правительственные документы, например, писали на двух языках, на идиш и на русском. После войны, после Великой Отечественной войны перестали так делать. Даже говорят, что в 1949 году книги на идиш сжигали. То есть статус языка идиш менялся, а сейчас государственный язык здесь только русский, один государственный язык. А идиш имеет такой статус, который обозначается как статус одного из языков народов еврейской автономной области. Ну, что это значит? Как я понимаю эту ситуацию, сейчас идиш имеет такой же статус, как языки других народов, которые проживают в области. Сейчас ходят слухи, что хотят со следующего учебного года включить изучение идиш в школьную программу. То есть хотят, чтобы в местных школах все дети изучали идиш. Интересно, что хотя здесь была уже в тридцатых годах еврейская область, но до конца сороковых годов двадцатого века не было синагог, не было ни одной синагоги. Первая религиозная иудейская община здесь появилась в 1946 году, а первая синагога в 1947 году. И потом эта синагога сгорела, появилась еще одна синагога. Вот эта старая синагога, она находится в простом деревянном доме, то есть вот в этой избе. В 2001 году появился общинный центр, и на его территории в 2004 году построили новую синагогу. На территории центра еврейская община, которая называется Фрейд, и музей иудаистики. Вот видите, здесь организуют экскурсии, правда не каждый день. Вот сегодня пятница, то есть экскурсий быть не должно, но хранитель музея даже в пятницу все нам показал, обо всем нам рассказал, фактически провел для нас экскурсию. И нужно сказать, что посещение этого места было самым интересным моментом нашей поездки в Биробиджан. Здесь вы видите памятник жертвам Холокоста. Еще здесь есть благотворительная ассоциация. Помогают, кстати, не только евреям. Есть библиотека, работает воскресная школа. Если мы посмотрим статистику, да, если мы посмотрим цифры, то статистика неумолима. Город постоянно попадает в рейтинг самых бедных и самых депрессивных регионов России. А вокруг область, которая, как говорят, является одним из богатейших регионов России по полезным ископаемым, по концентрации полезных ископаемых. До 1991 года эта область была частью Хабаровского края, входила в Хабаровский край. И потом, в 1991 году, ее сделали самостоятельным субъектом Российской Федерации. Но постоянно идут разговоры о том, что ее присоединят к одному из соседних регионов. Ну вот и все, что я хотела рассказать. Я надеюсь, что вам было интересно. До свидания. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok